Всем привет! Меня зовут Ванья Сахарова. И сегодня мы снова продолжим тему видеоуроков про смайлик лица, портреты. Сегодня будет портрет Ренуара. И здесь у него девочка написана очень нежненько. И здесь вот ее лицо действительно настоящий смайлик. Даже предыдущее видео, предыдущий портрет был посложнее. А здесь, я думаю, мы за один сеанс напишем картину. Тоже так же легко, тоже так же этюдно. Вот, так что сегодня тема простая. И как раз вот это, это личико, личико этой девочки, настоящий смайлик, мы его сегодня и напишем. Тоже попытаемся заснять палитру. Работаем на простом разбавителе. Берем кисточку, макаем в разбавитель совсем чуть-чуть. Палитра у меня такая грязная, с предыдущими замесами. Ну, я стерла, но еще немножко... Еще немножко подмешиваются цветики. Так, берила, английская. Изумрудка. И охры, которые у меня нет. Охра. Охра много понадобится сегодня. И вообще очень хорошая красочка. Вот такой вот грязноватый цвет. Это, наверное, слишком темный. Вот такой вот грязноватый цвет. Немного вещества на штриховом картине. Это будет у нас вот такая вот подкладка. Давайте вот так вот. разбавляем до той степени, вот допустим взяли берила, чтобы вещество появилось, а разбавители берем до той степени, чтобы просто было легко замешивать, потому что краска вязкая, когда мы замешиваем, тяжело рука двигается, нужно взять разбавителя столько, чтобы рука двигалась легко. А так наштриховать весь холст. Сегодня, кстати, особенное видео, сегодня впервые на съемке моего видеоурока присутствует сам Игорь Сахаров. Привет, маме и папе. Так что я буду немножко волноваться. Больше, чем обычно. Так что я буду делать. Вот до такой степени наштриховать весь холст. Я люблю, когда остаются вот эти следочки в обрисе. Можете их тоже оставлять или избавляться полностью от белого. Дальше потихонечку по пятнам начнем набирать фигурку, окружение, а дальше будет уже появляться рисунок. Возьму вот такую вот кисточку и начну потихонечку уточнять рисунок. Начну искать фигуру. Беру английскую, охру. И, допустим, вот этим цветом можно начать искать фигурку. И почему, допустим, я беру вот эти оттенки, а не другие? В этой задаче и в других. Например, допустим, у нас какой-то нежный фон, розовый или бежевый. И если мы возьмем искать цвет, какую-нибудь голубую фц, такую едкую краску, мы начнем искать, естественно, не попадем в рисунок. Начнем стирать, она начнет пачкаться, это все превратится в грязь и чистого фона не будет. А когда, допустим, на светлом таком бежевом фоне или, допустим, на таком, который у нас, берем те же самые краски, только чуть-чуть темнее, ищем рисунок, если что-то мы сделали не так, либо мы просто берем тряпочку, либо цветом фона затираем, и все, и никаких проблем. Так, как мы ищем рисунок? Есть способ, вы все знаете, ищем его от середины. Конечно, для этого нужно взять правильный формат, если у вас картинка квадратичная, то и вам нужно взять такой холст. Если он вытянутый, то мы тоже стараемся брать подходящий. Но я больше люблю искать рисунок не от середины, а от углов. Например, что это значит? Я уже рассказывала, снова повторяемся. Допустим, наверху картины мы видим, какое расстояние до окончания холста. Мы вот обозначили. Далее здесь вот руки заканчиваются. Тут все это тоже штриховательно набираем. Еле-еле. Здесь мы знаем вот такое вот расстояние. Отъели. Здесь. Тоже можно для начала, только примерно, потому что у начинающих рисунок слабенький, и этого стесняться не нужно. Да и, в общем, не только начинающие так ищут, но и профессионалы. Вот такая вот примерная фигура. Допустим, взяли белила, ахринку. Допустим, пятно волос можно набрать. Допустим. Чуть-чуть темнее вот эти волосы, которые спускаются по по телу. Еще вот сюда вот белила в ухру подмешала. Уже можно даже чуть-чуть тела наштриховать. Шею в цилиндр. По цилиндру штрихую. Все набираю пятнами. И сперва набираю самые крупные пятна на картине. Потом те, что поменьше. А потом уже среди этих пятен можно начать искать рисунок. Потому что искать рисунок, когда толком ничего на на холсте, ничего нет, очень сложно. Так, выйти в эту ухру разбеленную. Еще больше белил и чуть-чуть розовинки. Добавлю я тоже такие пятна рук. Такие еще. Можно, допустим, сначала набрать такие телесные цвета, а потом уже взять какую-нибудь голубую или вот изумрудную у нас здесь. Сначала набрать цвета телесные, чтобы долго не... Ну, чтобы не тратить время на то, чтобы очищать кисточку. Вот. Ну, чтобы не было на то, чтобы Только лишнюю штиховать. Далее кисточку вытираем. И тоже немножко отступив в этот же замес взять. Ультрамарин. Вот уже такой голубенький цветик. И набрать, допустим, одежду. Одежда и фон. Затягивать с этим не нужно, потому что картина мы пишем. И это очень удобная схема, потому что картина, все в картине друг друга поддерживает, взаимодействует. И тогда она становится богаче. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот здесь с фиолетовой вилкой. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Изумрудка дальше идет. Ее можно взять не чистым цветом, а подмешать либо английскую красную, либо охру. Вот так. Вот здесь такие темные пятна, дальше они становятся светлее. И поэтому мы тоже добавляем себе желтый в этот разбил. Вот так. Так, а здесь голубинка. Голубую фице подмешиваю. Голубую фицу. 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 не в синий уходит голубой можно даже ультрамарин подмешать а еще когда вот мы набираем рисунок мы смотрим не только на на холст где окончание мы смотрим как предметы друг с другом взаимодействие допустим между рук должно быть такое же расстояние как и в оригинале что не может быть такого что если расстояние больше то значит что то с рисунком у нас не так вот допустим здесь тоже проверяем шею какая она у нас по размеру и допустим может между подбородком и руками верное ли у нас расстояние если неверное то значит что то не то с рисунком так синий штриховательно руки у него набраны так чуть-чуть еле-еле но очень красиво и мы также поступим мы не будем вдаваться в рисунок подробный рук такая же по настроению вот такой вот смуглое пятно темноты вот он тоже поддерживает вот эту руку здесь чуть-чуть мигает может у меня не получилось набрать в такую же степень потому что у меня подмешивается подмешиваются белила но потом это в конце можно еще такой темноты додать додать здесь синенька такой чирк и здесь еле-еле вот она мигает у меня даже смуглее смуглее вот допустим можно взять палец и сбить напряжение как раз он так махрится полосного здесь и и синенька вы как раз у меня на кисточке опять цепь и добавлю даже здесь чуть-чуть есть так дальше переходим снова к лицу лицо волосы начнем уточнять рисунок я возьму новую кисть белила чуть-чуть я смочила кисточку разбавители белила английская охра чуть-чуть снова белила и пока вот таким цветом на штрихую лицо цвет у меня светлый поэтому набираю вот эту светлую щеку потом ее еще дополнительно выберем подбородок подбородок тут здесь немножко под увеличен светик на шее можно показать подбородок допустим в соседние соседний разбил желтоватый нужен подбородок полоска длин Вот так вот. Вот таким густым штришочком наполняем веществом тела. И тут, допустим, лоб. Он желтит. Примерно здесь желтенький. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Щечки у нее розовят. Возьму краплак. Только смотрите, чтобы он не подмешивался. Чтобы не подмешивался тут синий, как у меня. Потому что замес испачкался. Увеличила картинку лица, чтобы было лучше видно. Так, снова розовый. И вот тут розовый носик. И его набираем. Смотрим тоже соотношение по... Допустим, как я уже говорила, что начинающие любят... Набираем розовый нос. И тоже смотрите на... Смотрите на соотношение сторон по пропорциям. Вот эта сторона у нас меньше. Это больше. И нужно это сохранить. Нельзя сделать так, чтобы они были по... Нельзя сделать так, чтобы они были одинаковыми. Потому что у нее есть поворот у лица. Чуть-чуть вмешала кадмий. И можно вот эти щечки обозначить. Вот тоже. Дальше и в лице мы все набираем пятнами. Еще чуть больше краснинки вот этого краплака. То это вот, допустим, губы появились. Тёмные пятнышки падения. Тут находятся глазки. Так. 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 Ушел Вот тут светик на носике, под носом. А тут с этой стороны наоборот рефлекс. Так, темные нужно набрать, особенно оба глазки. Галочку носа нужно набрать вот так. И глазки с бровками. Вот одна. Та-дам. И глазки. Пока вот просто такие. Просто две такие линии и все. Потом, допустим, это награли, примерный рисунок. Можно себе помочь. Так, коричневенько. Можно себе помочь с рисунком и тоже как обозначить лицо. Мы допустим темнотой волос. Так, добавили темноты, а он уже немножко собрал рисунок. Вот эта темнота. Вот здесь уже такая не штриховательная, а моделирующая. А еще вот таким образом можно уже начать набирать. Штришочки. Они будут такими плавными, как Ренуар и писал. Пальцем помогать себе можно. Пальцем помогать себе. И вот здесь вот темнота. И она даже руку немножко огибает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть вот такие вот настроения остаются... Продолжение следует... 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 Вот здесь тоже свет, но он мне равен этому свету, потому что это рефлекс. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, снова красненька. Вот так вот штрихователь нужно набрать щечки тоже по цилиндру. Вот так вот штрихователь. Вот так вот штрихователь. Вот так вот штрихователь. Вот так вот штрихователь. ДимаTorzok И светленькие. Вот так вот штрихователь. Вот так вот штрихователь. И снова бровь, которую я убрала, добавлю. Вот так вот штрихователь. Вот так вот штрихователь. Вот так вот штрихователь. Чуть-чуть светик есть и с этой стороны носа. Вот, допустим, можно положить светлый теневую, свет-теневую рефлекс. А потом аккуратненько вот так вот так вот штрихователь. Вот так вот штрихователь. Допустим, снова теневую рефлекс. Допустим, снова теневую рефлекс. Постоянно вытирая кисточку. Вот так вот набрать. Так, остановились на пальчиках. Тут еле-еле видны. Так. Если, допустим, стоит задача написать что-то вот подобное, где толком нет рисунка, я поступаю так. Я набираю пятна. Основные пятна, где вот что мигает, набираю. Вот просто вот одно за другим срисовываю. И, в принципе, вот во что-то похожее. Вот во что-то похожее и получается. А если вот что-то вот задача не сильно ответственная, не мелкая, и такая на штрихованная, то я тоже штрихую, немножко оглядываясь, чтобы все-таки было похоже. Ну, так, в общем-то, свободно действую. Вот тут прям желтенькие такие пятна. Английская красная тут подчеркивает. И здесь тоже она так. Такой даже рисуночек появляется. Прям свет вот здесь упал на руке. Я вот такую полосу добавлю. Ай! Розовинка. И вот полосочки розового здесь мигает. Тут. Здесь даже темнота есть. Темнота эта я умпру взяла. Розовую подмешала. Она и здесь мигает. Везде на руках она мигает. В пальчиках. Вот здесь активная, здесь даже вот с голубинкой. Вот даже вот так вот. Вот даже не с голубинкой, а зелененькой. Вот так вот. И здесь. Сининка и на руке. Вот так вот. Вот здесь вот такие вот. Наверное, это какой-то рисунок на вышивке. Так. И самое главное, это общеизвестное правило о том, что пальчики они краснят. И вот здесь, где толком рисунка-то нет, они у него тоже краснят. Такими вот полосочками. С. Чуть-чуть. Этим чуть-чуть. Ну вот, что-то вот такое вот. Пятна вот эти все перечислить. И зеленые, и голубые. Сейчас сиди здесь. Так, так. Сейчас. Теперь сказать. Все-таки 34-formationally. Давайте рисунки. Вам нужно практически. Платье снова высветлить, чуть-чуть повыше оно тут находится. Продолжение следует... Иногда, допустим, не получается прям светлее положить, можно взять белила и размешать их прямо на картине. Продолжение следует... Вот про этот фиолетовый я говорила, который руку поддерживает. Фон еще чуть попишем. Фиолетовинка. Фиолетовинка. Синий вот тут мигает. Здесь. Здесь. Фиолетовинка. 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 Здесь я просто взяла и повторила, как у него. Фиолетовинка. 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 Продолжение следует... 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 сережку можно обозначить так и она подчеркнута красненькой снова обозначить синевая носа вот тут такой светик на веке здесь больше с краешку тут посерединке тут в краешку и здесь но смуглее а посерединке наоборот темнота глазки здесь не просто одна полосочка здесь даже виднеется посерединке подобных ракурсов здесь утолщение потому что здесь глазик немножко даже виднеется вот тут Продолжение следует... 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 и здесь есть вот такой вот светлый на русском тоже чуть-чуть сиреневит положили основные цвета а вот потом снова кисточкой можно так расштриховать аккуратненько сбить потом заново допустим можно положить расстояние сиреневит Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Здесь вот касание рыжат. Надо это показать. Желтинки немножко не хватает. Вот так. И еще помимо желтых, теплых, там есть и такие... И синие, и голубые. Их, конечно, совсем немного, но... Это такие вот пятнышки, но их тоже нужно показать. Вот, допустим, если вот картинку увеличиваете, то немножко виднее становится, где они там мигают. И такие бледные-бледные, еле заметные. Потому что в основном это все, конечно... Вот тут они есть, вот такой рядочек немножко. Вот здесь пускай мигнут. Вот тут. И вот здесь, конечно, активно. отражается. Потому что это фон так отражается. Просто синий есть. Просто синий есть. Только аккуратно с ними, не сильно активно. И вот к этому белому желтый пришел. И все сложилось. Немножко... Нужно сбить напряжение на бровках. Ну, оно уже тут сбито. И в глазках, что это не одна простая точная, такая тонкая линия, четкая. А она мигает. И в брови точно так же есть. Самый такой плотный кусочек. Вот. А дальше, допустим, вот к концу брови такое размытие. Так, потом... Ну, наштриховала, наштриховала. И... Я сегодня говорила о том, что мы штрихуем лицо, шея по цилиндру. Но на периферии штрихует цилиндр. Вот, допустим, голова. Ее можно штриховать и поперек цилиндра, вниз. И оно такое... Овал создает лицо. Так что на краях можете и так поступать. Ну, не можете, а, в общем, нужно это. Это нужно видеть. Что в основном в портретах так и есть. Просто это часто забывается. А чтобы это не забывалось, это нужно даже самому себе проговаривать, что... Вот я... Получается так, что я расту по мере того, как записываю видео. Вроде я как бы еще слабенькая, сама ничего... Ну, знаю совсем немало. Но снимаю видео, рассказываю то, что я знаю. И вот эти мысли, которые я вам проговариваю, я их рассуждаю, проговариваю, чтобы вы их тоже запомнили. И вот эти мысли, которые я проговорила, они запоминаются легче и быстрее. Если бы я, допустим, писала... Просто писала бы, молча про себя рассуждала, вот такие вот... Ну, правила, допустим, какие есть, то они бы запоминались сложнее. И я вот уже очень много... Я постоянно вижу, что люди, которые начали давать уроки, они растут намного быстрее. Потому что они рассуждают вслух. И вот эти мысли... Ну, как бы лучше усваиваются, что ли. Так что тоже, допустим, если вы что-то хотите усвоить... То можете, допустим, даже сами пару мастер-классов дать своему другу или... Ну, кому-нибудь дать, кто вообще никогда не занимался живописью, а вы уже немножко знаете, что такое живопись, что такое картины. Вы писали. Дайте пару мастер-классов своему другу. Это будет и интересный опыт. И не только для него, но и для вас. Вы начнете, вот вы ему проговариваете, и вы сами вслух начинаете рассуждать. И многое понимать. Так что тоже вот... Один из приемов, как вырасти. Так, я взяла активный кадмий и прям так хорошенечко губкам добавила цвета, потому что они там у него такие алые-алые. Вот он даже так немножко мило улыбается. Вот тут. Можно зеленинку немножко добавить. Чуть-чуть. Ну, в общем, в этой задаче, в этой картине можно и остановиться и на этом этапе, потому что и у него она так легко набрана и тюрьма. Основные моменты мы с вами проговорили. Мы рассмотрели вот пример смайлика лица. Как еле-еле можно набрать лицо, но насколько оно получилось милым.